Здравствуйте, меня зовут Николай Пазаненко, я юрист. В практике был случай, когда человек обратился к риэлторам, продал свою квартиру, приобрел дом, и впоследствии выяснилось, что вместо того, что имело место быть договор купли-продажи на дом, оказался договор аренды. И при невнесении очередного платежа собственники дома, естественно, попросили этого мужчину освободить помещение. И он бы остался на улице, если бы не обратился своевременно к юристам. Также часто спрашивают по поводу того, что лучше, договор дарения или завещание. Между тем, это разные сделки, и по договору дарения собственником становишься здесь и сейчас, а по завещанию после смерти наследодателя. При этом говорят, что завещание можно оспорить. Это не совсем так. На самом деле, при наличии законных оснований любую сделку можно оспорить. Поговорим сегодня про такой договор, как лизинг. Это финансовая аренда. Например, мы желаем приобрести какое-то имущество, будь то автомобиль или станок, в пользование. У нас есть бизнес-план, у нас имеется желание в деятельности своей использовать какое-то оборудование. Между тем, либо нету на это личных средств, либо плохая кредитная история, либо просто нежелание покупать дорогостоящий товар, то мы обращаемся за такой услугой, как лизинг. И вот по договору лизингодатель на временное пользование, к примеру, на срок 5 лет, дает вам имущество, которое вы непосредственно сами в магазине выбрали, проверили его качество, и дает вам это имущество в аренду. Вы этим имуществом, пользуясь в течение какого-то срока, оплачивая арендную плату в соответствии с условиями договора, можете и предъявлять претензии продавцу в случае обнаружения в товаре каких-то недостатков. То есть, прошу заметить, что не собственнику, с которым вы заключили договор аренды, а непосредственно продавцу, импортеру или изготовителю в соответствии с законом о мощности прав потребителей, поскольку лизингодатель может и не знать про качество этого имущества, ввиду того, что по договору лизинга лизингополучатель выбирает сам объект товара, который он желает приобрести. Простыми словами, как это происходит? Вы выбрали товар, будь то станок, но не приобретаете его самостоятельно, обращаетесь к юридическому лицу с просьбой приобрести его для вас. Организация, приобретая это имущество, сдаёт вам его на какой-то срок, на каких-то условиях между вами, в аренду, во временное пользование. Пользуясь этим имуществом, впоследствии вы можете его приобрести в собственность, если это будет прямо предусмотрено договором. Таким образом, умейте разграничивать виды сделок, будь то, о чём я говорил, купля-продажа, либо договор аренды, что касается недвижимого имущества, будь то завещание, будь то договор дарения, когда речь шла про наследодателя, либо купля-продажа или лизинг. То есть немаловажно знать и понимать, где вы являетесь собственником, а где вам имущество выдаётся во временное пользование, какие у вас приобретаются права, обязанности, и какие в связи с этим могут быть последствия. Знайте законы, умейте защищать свои права.